здравствуйте ребята решили немножко обслужиться пока время есть цилиндры ну да поменял ремкомплекты здесь у нас подтекало в двух сэзэшках менять ремкомплекты вы поняли старый вытянул новый поставил проблем нету потек патрубок на мтз 892 синеньким алексей иванович досмотрел далеко она покажешь патрубок ну кто сталкивался знаешь оставить его там удобненько еще не текну уже пора менять да ну я снизу так монтировочку вставлялись вставиться хотя вы умнее меня второй раз на это по ум еще на тракторе на дракончик будем сейчас диски цеплять хочу вокруг склада до пройтись потому что траву чтоб не разводить есть водки опыт у нас уже по траве когда летом горит все ничего ты уже не сможешь сделать поэтому решили поддерживать чистоту диска ну поеду домой возле копаночки не росла чтоб трава там и такие у нас диски дл 2 и 5 называются правильно лкмз лазовские да по моему значит диски по дискам пока эти диска не было обработка до подсолнечника да под озимую у нас как бы хорошая никогда не получала эти диски ну красота да пружинная лапа это и все остальное это диск у нас уже практически стерты но еще этот год я думаю поработают 2 и 5 у них захват значит агрегат грунтово гробный белый 2 и 5 ширина тонна 100 вложить но они за тяжелые как бы для трактора едешь с ним если груза слабенький маленький что по ним было по ним было по этим дискам ребят мы купили поработали там буквально месяц у засуха было начали лопаться вот эти у нас лапы начали лопаться эти лапы но они там до присылали потом я научился варить начал варить и я не вареные ходе у кого-то увидел соседа вареную хорошо ходит это ходит без проблем ну как-то мы сварили и больше не пришлось их менять сваренных тут несколько штук лежит под диском ребят вот узлу подшипников да то есть тут у них очень большую смысле вообще ни разу не лазили они у нас на четвертый год уже четыре года то есть не разбирали я даже не знаю как она там сделана все крутится все красиво все эти диски мне очень нравится очень и отзыва них с моей стороны будет хороший до 5 плюсов из-за того что она я помню другие там диски россии вечно эти подшипники мажешь там что-то вот ницы какие-то их обламывают подтягиваешь их разбивает подшипники меняешь не знаю как они сделаны в ни один диск еще не телепается за сколько четыре года грубо говоря мы раньше обрабатывали иметь пшеницу подскошенному и подсолнечный пшеницу потом бахали а подсолнечник сеяли сейчас мы вроде как два года ими пшеницу не дискуем сразу пашем и рыхлим дискуссии по этому поводу еще у нас ведутся значит у диски да я не знаю сейчас уже такие еще такие делать или они там уже уже по-новому делать для мтз на глубину они работают 8 это наверно максимально пути не пишут там 12 на нашем грунте 8 больше ты их не засунешь что понятно если весной ими работать они там и на 12 залезут ну осенью но этого достаточно для посева пшеницы нам и у них скорость то есть трактор их тянет и тянет их хорошо ну за счет того что они не сильно глубоко идут и все на 12 скорость было 16 то есть он 2 и 5 но до 20 20 гектар он лихо делает есть у нас там другие диски ну а г ну те рассчитаны дисковый плуг или как их называют они рассчитаны там работать до 20 по моему глубина ну я не знаю на нашем грунте заглубляющих там на на 18 и уже уже там стойки отрывает подшипники с катками мы игрались вечно ну каток порваны я уже варил варил там здесь конечно все сделано очень неплохо диски очень хорошие посмотрим как они работают так отцепили рау пришел карданчик уже там один гектарчик оставался с ним уже добрызгал забыли потому что у нас гектар остался где когда это сломался с того с поля уехали там гектар оставался все сбрызгали закончили спасибо не помыли все рау же помыто ну да готовимся на евролайтинг на подсолнечник короче такой карданчик пришел в защите теперь не намотает ничего на кардан опускается медленно у нас на том на тракторе загружателя нету и навеска на рычаге красоту делал конечно уже сухо глубина обработки смотрите лика да мы тут ничего не сеем сантиметров 10 тут смело красота считывая тоже глубину хорошие делать на фракцию на меленькую бьет на предпосевную я не знаю кто чем конечно делать у нас так нам нравится пока единственный у него минус все-таки на прицепное орудие навесное орудие и обработка получается в поле волнами и ну потом прыгаешь по нему брызгаем сейчас прыгаем я не знаю как бороться с ней все мы думаем думаем никак не придумываемся культивировать осенью не получается чтобы выровнять бороной тоже не пройдешь потому что остатки палок от подсолнечника ну не знаю может надо измельчать измельчитель покупать для подсолнечника вот этот который рубящий каток да и потом ну от урожая все будет зависеть если вот эта . придет кого ливанет хорошо то уже можно будет рубящих катках думать если не придет то думать хотя бы как до прожить этот год тут уже дорогу накатали на основном и тут ездим смотрим тут конечно горная обработка с поворота вроде как и не лезет все алексей иванович сделать грядочку заниматься дальше еще один лайфхак вот если подшипник надо смазать но не разбираем мы обычную иголку ставим чем толще тем лучше такая у нас проточена штучка и на шприц сейчас алексей иванович не берешь шприц покажем как работать я вообще не думал о том что я кому-то этот способ когда-то расскажу я в него не верил покажи как он работает а когда вот так видите шприцом давишь а когда обмазали промазали закрытые подшипники в комбайне и ни один за уборку не сгорел я поверил в это что ты не останавливайся не перебиваешь их там главное найти как туда залезли мы даже которые железным этим корпусом есть подшипники сверли в них отверстие на примере вот такого да подшипник ясно тут сейчас можно доступ есть можно снять вот эту крышечку но когда доступа нету вот так иголочку просунули как инъекцию сделали и мажем не фокусируется на подшипнику и мажем алексей иванович мажет чувствуется помажется все подшипник там внутри уже смазывает можно сейчас да ребят немножко дождь пошел немножко роса наконец-то я немножко разобрался с вот этим загружателем так званым да то есть позиционный можно работать и силовой и силовой я в принципе так и не понял смысл оппозиционно это вот допустим на вторую позицию поставил на третью он опускается на ту позицию на которую надо то есть отрегулировал его там диски так же и поднимается то есть вторая третья вторая позиция первая позиция у меня да я покажу сейчас сзади как по дискам немножко дождик вот смотрите одна 6 ну по так как написано на 6 на 5 по 4 на третьей на второй на второй и на первой все это называется на позиционное регулирование я так если я правильно понял то есть вот у меня на первом среде это нейтралка это можно вверх поднять задавил поднял их максимально надо опустить то есть опустил в первое положение опустил во второе положение опустил в третье ну в четвертое так ребят наконец-то наконец-то хоть какой-то хоть хоть что-то хоть хоть немножко но 6 миллиметров тут на базе дома 6 вроде тоже но вот отсюда смотрим только что алексей иваныча поля заливает заливает дай бог урожая нам алексей иванычу да алексей иваныч где магары на коне ну там видно видно что заливает здесь по поехал да по трассе посмотрит красота красота душа радуется да а мы туда и не проедем уже я изгорода еле выгреб он до 6 миллиметров дома такая же ситуация 6 миллиметров конечно мало на такую засуху но там те поля наши в той стороне где сейчас мы смотрим он видите как заливает красота там я думаю уже дождик на пару недель нас поддержит вот проходит потихоньку день вот проходит потихоньку день уже заканчивается на улице солнышко светит дождик был больше не добавил оно хоть такое спасибо за это уже корочка 6 миллиметров на пшеницу нормально хотя бы так мало но хотя бы так делаем тачку рамка есть разное лежание алексей иванычу сделали обратку на копику не тепло особо потихоньку день прошел сейчас поедем на алексея иваныча поля глянем там выпало прилично осадков поедем для интереса на его машине сказал проедем ну попробуем сейчас что-то